Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». И сегодня мы поговорим на тему, что такое неблагополучная семья. Ведь многие из нас наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда мы узнаем, что ребенок, и тем более подросток, встал на неправильный путь, то есть бросил учиться, связался с дурной компанией или еще хуже, стал употреблять наркотики или алкоголь. Мы можем воскликнуть, как же так, ведь он из такой благополучной семьи. На самом деле, внешность бывает обманчивой, и семья, которая кажется нам благополучной, может оказаться дисфункциональной. Именно поэтому мы и поднимаем этот вопрос сегодня в нашей программе. Помогут нам специалисты Центра по работе с наркозависимыми и алкозависимыми людьми. Это Сологубовка, куда мы приехали, специально для того, чтобы побеседовать с психологами и священниками. Прежде всего, давайте попробуем разобраться, почему неблагополучных семей в нашей стране так много. Быть может, в этом виновата сама наша история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Конечно, исторический путь нашей Родины, он, собственно, и во многом определил ту проблемную ситуацию, в которую попала современная семья. Давайте вот осмотрим мысленным взором, что было с историей России на протяжении 20-21 века. Вот начало уже прошлого века в России начинается, вернее, Россия участвует в Первой мировой войне. И надо сказать, что сейчас как-то очень мы забыли события вот этой войны. На самом деле, она была достаточно кровопролитной по тем временам. Более того, в ней участвовали офицеры, и многие из них погибли на полях Первой мировой войны. И в этом смысле Россия понесла человеческие потери как раз среди мужчин. Причем среди мужчин ответственных, среди мужчин, которые служили царю и Отечеству. И это была, так сказать, первая ощутимая потеря. Практически 2 миллиона человек погибло на полях Первой мировой войны. Буквально переходит Первая мировая война в революцию. И следом за этим начинается гражданская война, тоже достаточно кровопролитная. Тоже, которая унесла жизни среди мужчин, которые были привержены своей идее. С той стороны погибали люди, приверженные белому делу, тоже приверженные так или иначе в той или иной форме царю Отечеству. С этой стороны погибли энергичные люди, которые были готовы положить свою жизнь в борьбе за новое дело, за правое, как они тогда считали. И тоже это были мужчины, которые погибли на этих полях сражений. И далее начинается фактически очень быстро Красный террор, который тоже в первую очередь уносит жизнь мужчин. Фактически Красный террор заканчивается началом Второй мировой войны. И во Второй мировой войне погибло и было травмировано, было ранено практически 27 миллионов человек. Конечно, там были и женщины, и дети, и старики. Но тоже в первую очередь и больше всего это мужчины, которые не вернулись с полей сражений. И если подсчитать, вот такой человеческий ущерб, в первую очередь, конечно, мужской, в течение 20 века, это практически 100 миллионов человек. И поэтому российская семья и российская женщина, с учетом всех этих обстоятельств, попадают для себя в трагическую ситуацию. Она остается одна. Мужчина либо попал в тюрьму, либо он погиб на полях сражений, либо он без вести пропал. И вот молодая мать стиснула зубы, а оказывается в роли и швец, и жнец, и нудей, и грец. Она вынуждена и работать, и заботиться о ребенке, и спасать его чисто физически, для того, чтобы его накормить, обиходить и вырастить. Поэтому у нее нет сил на какие-то дополнительные женские эмоции, на женские слабости. И когда вот этот маленький ребенок ночью просыпается и ищет мать, он видит, что либо мать плачет в подушку горестной, и у нее нет сил на то, чтобы с ним играть, забавляться и проявлять к нему ласковое внимание, либо она его отталкивает, потому что у нее тоже нет эмоциональных сил для того, чтобы вступать к ним в какой-то контакт. Поэтому вырастает поколение детей, так называемых, депривированных. То есть это дети, которые сомневаются в том, нужны ли они, дети с переживанием того, что надо заслужить любовь матери, каким-то трудом, какой-то помощью, какой-то поддержкой. Более того, конечно, у детей есть дефицит мужского внимания. К чему это приводит? У мальчика это приводит к такому посланию, что надо подчиняться женщине, потому что в семье мама и бабушка, папа или погиб и не вернулся, но о нем нет какой-то внятной информации. В детском саду женщины, в школе женщины, и в этом смысле женщину не слушать опасно. Женщина, которая воспитывает мальчика, какие послания, в общем, она к нему формирует. И даже современная женщина, когда я спрашиваю, что вы ждете от своего сына, она говорит, я хочу, чтобы он был заботливым, добрым, внимательным. Мама будет говорить мальчику во время прогулки, не бегай, не пачкайся, не рви одежду. И, в общем, это послание для девочки. И в этом смысле, конечно, мальчик, сформированный вот в этой ситуации, с такими посланиями, которые он воспринял в своей семье, фактически склоняется в сторону такого женского типа поведения. И более того, он привык, что вся ответственность лежит на женщинах, все решения принимает и реализует женщина. Не слушаться женщину и проявлять собственную волю опасно, потому что можно нарваться на крупные неприятности. И, собственно говоря, он потихоньку примеряется к этой позиции. Девочка, которая растет в своей семье, понимает, что опасно полагаться на мужчину. Если он яркий, интересный, самодостаточный, с таким чувством собственного достоинства, он в первую очередь может попасть и погибнуть в первых рядах. Если мужчина алкоголизируется, а многие, особенно получившие такую травму, связанную либо с лишением свободы, либо на войне, мужчина действительно алкоголизируется. Поэтому женщина привыкает к тому, что она все решает, за все ответственность. С мужчиной связываться опасно. Лучше действительно все решать самой. Мама моя сильная, волевая, решительная женщина, а папа мой непонятно где, что и как. И вообще не играет дома такой роли, которую играл мужчина в России 19 века, когда действительно была патриархальная семья, с определенными ролевыми положениями, статусами, когда мужчина становился главой семьи. Если даже он погибал или умирал преждевременно, ответственность за семью, за решение, за ее выживание принимал на себя старший сын. И только в самом крайнем случае женщина оставалась одна и была вынуждена принимать какие-то волевые решения. И в этом смысле вот сама советская власть, видя эту ситуацию, она подчеркивает роль женщины-матери-одиночки. Кого награждают за материнство? Женщину, мать-одиночку. Кого успевает советский кинематограф? Давайте вспомним. «Москва слезами не верит». Кто герой фильма? «Женщина-одиночка». Героиня других фильмов. Вот если мы вспоминаем наше учебник, по которому учились девочки Советского Союза. Кто женщина-герой советского учебника? Паша Ангелина. Женщина-тракторист. И таким образом, собственно говоря, и смещается представление о патриархальной семье. Происходит вот такой тектонический сдвиг в понимании того, ради чего надо жить. У женщины складывается стойкое убеждение постепенно, что жить надо ради ребенка, потому что когда наступают мирные годы, и, наконец, дети, которые родились в СССР в 60-е годы, имели вот такие проблемы с собственными родителями, и выросли гиперответственными, самостоятельными, решительными, с возрастом, со временем, они как бы усыновили своих состарившихся родителей и обрели в собственных детях счастье и утешение. Причем вот в связи с этим комплексом, который они восприняли в детстве, у них сложилось стойкое убеждение, что вот оно, счастье, нет его краши, и поэтому лучше, чтобы оно длилось вечно. А поскольку с мужчиной тоже отношения не складываются, не было роли отца перед глазами, не было отца в семье, то поэтому, собственно говоря, часто и мужчины так рассматриваются, как необходимый атрибут жизни, без которого невозможно родить ребенка, но после этого, в принципе, можно с ним расстаться и растить желанного, любимого, радующего, теплого, и в этом смысле посвятить ему жизнь. И ребенок, который растет в этом пространстве, он все время слышит недовольство, что как все тяжело, как плохо, как вот кто-то, так сказать, заработал нечестным путем. И это постепенно тоже формируется вот в общий такой не очень эмоционально благополучный фон. И есть масса проблем вот таких семейных, связанных с детско-родительскими отношениями, с отношениями с мужем и супругом, когда муж часто дистанцируется от воспитания ребенка, и женщина на самом деле хочет реализовать жизнь так, как она считает нужным, и ее больше всего устраивает, чтобы муж просто не мешал. И это послание так или иначе она и формирует относительно мужа и отца, и это послание слышит ребенок. Поэтому действительно у российской семьи очень много реальных подлинных причин для функциональности, и поэтому внешне она может быть абсолютно благополучна. Есть как бы папа, в большей или меньшей степени он домой приходит, деньги приносит, но может быть он действительно не очень включен в семейную жизнь, в основном занимается мама. Но на самом деле есть достаточно печальные, даже я бы сказала трагичные цифры алкоголизма в России, которые никак не способствуют, чтобы семья была функциональна, и выполняла свои многочисленные функции. Потому что это ведь не только рождение, воспитание и забота о детях, но это возможность личностного роста всех членов семьи. Это определенное эмоциональное позитивное пространство, в котором находятся все ее члены. Это взаимопонимание и поддержка, это уважение границ личности, что тоже очень проблематично сегодня для нас, не только в связи с стесненными житейскими условиями, когда у ребенка в лучшем случае может быть диван и стол, но нет персональной комнаты, и поэтому трудно беречь его границы. Но это, к сожалению, еще связано с таким общим состоянием людей в стране, где очень часто мы сталкиваемся с проявлениями неуважения, и даже наша глубокая эмоциональная привязанность к нашим близким или к нашим детям, она при этом транслируется все-таки в таком неуважительной форме. И иногда, особенно с нашими воспитанниками, это очень явно проявляется. Вот пример такого созависимого поведения. Родители приходят в социальную квартиру, где проходят воспитанники период социальной адаптации. На ней живут мужчины в среднем возрасте от 25 до 45 лет. Некоторые из них уже побывали в местах лишения свободы. Вполне себе так на вид упитанные, даже, я бы сказала, крупные мужчины, часто с татуировками. Пришли мамы, принесли тортик. Вроде все собираются к этому праздничному столу попить чай. И вдруг какая-то мама говорит своему лысому 30-летнему сыну, вот там, Вася, ты мыл руки. И вот она даже не понимает, что на самом деле вот просто такое поведение, вот значительно своего 30-летнего сына, да еще в компании его, так сказать, собратьев по выздоровлению, является дисфункциональным. Ей очень трудно понять, что вот эта формулировка, с которой родители приводят нам своих детей, «Здравствуйте, нас зовут Леша, мы переломались, нам надо ехать на реабилитацию», это признак дисфункциональности и созависимого поведения. Потому что когда ребенок до года, он действительно отдельно от мамы не живет, не гуляет, не кушает, не выполняет свои физиологические потребности, но когда ему 35, а она по-прежнему говорит о нем, в принципе, с интонацией, как будто ему действительно еще и года нет. Или когда нам в офис звонят такие родители, а у нас в офисе работают люди не только в области зависимого и созависимого поведения, а просто офис-менеджеры. И первый раз вот у нас девушка, которая принимала телефонный звонок, она долго слушала о том, как мама рассказала про свой ребенка, что он может замерзнуть, что он может быть голодным, как он себя чувствует, все ли ему хватает. Потом она как-то смутно стала догадываться, зная о том, чем мы занимаемся. Она спросила, а сколько лет вашему мальчику? Мама сказала, 43. То вот другие люди, которые вот другой все-таки уже традиции росли, для них это просто культурный шок, что вот мама так воспринимает и так говорит о своем 43-летнем сыне, как будто это 12-15-летний, в лучшем случае, ребенок. И, конечно, все это свидетельство о дисфункциональности. Неважно, что мама может быть директор школы, папа зауч, сын кончил институт, но при всем этом, конечно, это картина дисфункциональных отношений в семье. Недостаточно просто поставить проблему необходимой и подумать о том, как же ее решить. Но для того, чтобы перейти от неблагополучной семьи к счастливой, необходимы колоссальные усилия. И начинать подобные изменения необходимо с себя, со своей семьи. О том, как это сделать, нам расскажет священник. Прежде чем стать священнослужителем, я 17 лет проработал в Рефтинском специальном училище для детей трудных. Ну, я проще называл их. Это наркомашки, токсикомашки, бродяжки. Контингент был с 11 до 14 лет. У нас была спецшкола областного подчинения и финансирования и спецучилища, которые еще до сих пор работают. Это оно подчинено Министерству образования Матушки России. Значит, дети поступали со всех регионов России. Я работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Конечно же, вопросы, из каких семей поступают дети, что их привело на тот или иной путь, меня интересовали. Тем более, в тот период я заканчивал Уральский государственный профессионально-педагогический университет, кафедру психологии, и писал, естественно, дипломную работу. Понятие неблагополучной семьи не надо связывать только с тем, что родители пьют или употребляют наркотики. Большинство детей, как мы называли, и сейчас называем это социальные сироты при живых родителях. То есть могут родители, кто-то находится в местах лишения свободы, и не обязательно связаны с употреблением наркотиков и алкоголя. То есть семьи распадаются. Вот это большая часть, это, по моему заключению, когда дети становятся на этот путь. Семьи распадаются. Взрослые, папа и мама, они решают свои проблемы и порой не всегда опираются на детей. Заводят другие семьи. А как бы мы ни хотели, родители не всегда значимы будут. И начинается бегание, я так называл. Допустим, сын, он остается с папой. Принадлежность мужского пола и все. Папа заводит другую себе семью. Сын психологически не воспринимает другую мачеху. Ну, маму наченную, да. И он начинает, даже были такие случаи, когда пакости творит ей. И если папа начинал что-то с него требовать, он убегал к маме, если в одном населенном пункте или в городе. А у мамы тоже создавалась семья уже другая. И вот этот ребенок, он жил, мама его пригладит. Порой всегда семья распадается. Кто-то считает виноватым мужчина, кто-то женщину. Мама ее, значит, с ребеночком пригладила, и он прибежал к ней, обласкало. Начинаются проблемы в школе. Мама начинает требовать. Он убегает, убегает к отцу. И получается такой некий болтушечка. И вот пока он болтается, ни туда, ни сюда, улица его подбирает. Неблагополучность семьи, она изначально может быть строится от того, что сейчас я уже священнослужитель, понимаю, что семья – это малая церковь. А раз малая церковь, так как в церкви есть глава Иисус Христос, есть Богородица, так и в семье, в малой церкви, это и должны папа быть как глава. А мама, как всегда, издревле, по русским обычаям называли перегиня. В церкви есть прихожане, а все остальные дети в семье – это должны быть послушники. И если, читая литературу о русской православной семье, то мы видим, что папа организовывал не только духовную жизнь семьи, не только, значит, он исполнял ту обязанность содержания, но и простой пример такой. Отец говорит, что-то давно в церковку, мать, мы не ходили, давай завтра сходим. Мать что доставала? Раньше были сундуки, и белье хранилось в нафтолине, она открывала сундук, брала лучшее платье себе, муженечку готовила, там, рубашечку, костюмчик, деткам тоже. А отец говорит, а Петька, ты не пойдешь завтра с нами в церковь, сыну? Пап, почему? Он говорит, а у тебя двойка по рихметике. Пап, да я исправлю, мне нельзя к Богу идти с двойкой. Папа, да все. Ну, папа походит, брови похмурит, потом, ну ладно, Петька, поверю тебе, но на той неделе ты уже это исправи. Понимаете, это даже были такие вот простые. Семья шла в церковь, они причащались, приходили домой, была общая трапеза, они кушали, отец творил молитву, и все это строилось. И даже такие простые вопросы, женушка спрашивала, ты куда, милый? Он говорит, да я пойду в огороде, у меня там надо навоз развозить, или что-то в сельской местности. Ну ладно, а ты у батюшки благословился? Он говорит, благословился. А ты меня благослови, муженечек, я тебе борща сготовлю, ты к пяти приходи. Вот так семья была. Сейчас этот процесс разрушен, и я не виню ни государства, никого, но мы порой сами, сами, живя в семье, мы не строим эти отношения. И даже те понятия любви, когда зарождается любовь, первые наши такие чувства, которые мы называем любовь с первого взгляда, это не любовь. Это нечто другое. Любовь должна быть жертвенна. И когда мы создаем семью, мы, мужчина, девушка, да, они свои имеют привычки, каждый. И если я люблю его, то я свои привычки должен принести в жертву этой любви. А он также сам принести в жертву мне. И если мы это будем понимать, если мы будем вместе создавать вот эту семью крепкую, то она будет крепка. Я всегда часто обращаюсь, батюшка, вот есть проблемы у нас, и все. Я говорю, знаете что, вот мы машину берем отечественного производства, там в паспорте написано, через 500 метров слейте масло и замените. Почему? А потому что шестереночки входят в зацепление, и стружечка летит. Так и в семье. В семье мы должны сначала преработать свои привычки, свои эти. Если мы будем это понимать, то вот мы создадим семью, и потом говорить о том, трудная там, она семья или нетрудная, и почему не будет, надо стоить у истока еще. И еще немаловажную роль меня часто спрашивают, когда надо начинать воспитывать дитя? Я всегда отвечаю просто, до зачатия. Говорят, а почему, как до зачатия? Я говорю, надо родителей сначала воспитать. И если мы вот пойдем по этому, в свое время была такая прекрасная книга, сейчас она вот как-то пропала из оборота, это «Домострой». А нам внесли в наше сознание, о, поп-сильвестр, домострой, да это там унижение женщины и все. Да нет, миленькие. В этой книге расписано все, как надо вести хозяйство женушки, как муженечку поступать, как воспитывать мальчика, как воспитывать девочку. Я всегда советую, говорю, найдите эту книжку, она реденько, но бывает, почитайте. Там даже написано, как огурцы солить. И вот мы должны все-таки вот те традиции, традиции русской семьи, которые есть, хорошие у нас, у нас сейчас есть и праздник Петра и Февронии, да, они показали нам пример, как надо жить, и все. Мы должны сейчас культивировать и на приходах, и в светских организациях. Только так мы можем сохранить самобытность нашу. Понимаете, а не призывая, говорю, что вот все побегут в церковь, будут молиться, расшибать лбы. Нет, не надо. Надо хотя бы немножко приспосабливать свою жизнь по заповедям и создавать семью. И тогда этих неблагополучных семей будет меньше. Раньше было так, и наши православные психологи говорят, что с четырех лет ребенок надо уже давать послушание дома какое-то. Маленько, но что-то делать, а отец должен проводить семейные советы. Допустим, конец месяца папа говорит, ну что, миленький, на семейный совет. Все садятся, дети тоже садятся. Он говорит, ну что, женушка, что у нас сегодня по доходам в этом месяце? Она говорит, ну вот, отец, ты за свое послушание работаешь водителем автобуса, ты получил в этом месяце 35 тысяч. Я воспитателем работаю, я 12 тысяч. Общий доход. Петька, ну-ка, подсчитай. Все вовлекаются. Ну, сколько получится? 35, 12, 47. Так, мать, а что по расходам? По расходам, миленький, вот так получается. Я посчитал, на питание нам надо столько-то, столько-то. У нас еще страховка, у нас еще ипотека, это, 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 А хорошо, мать, а сколько остается-то? Она говорит, ну вот столько-столько. Слушай, Вась, вот ты просишь у меня автомат за 12 рублей, а у мамы-то ботинки, он изорванный. Давайте купим мне, детки, ботиночки, а тебе еще, детки-то все видят, что папа несет послушание, мама несет послушание, они несут послушание, старший брат, сестра учится, этот садик ходит, и очень часто мы детей своих балуем. В каком плане? Ну, допустим, такой пример простой. Ребенок играет, вот, не надо забывать, что мы для них цари, ведь вот нас зависит, когда накормим, когда спать положим, вот что оденем, поэтому где бы ребенок ни играл, в какой другой комнате, или что, одно ухо, обязательно оно с нами. Мы на кухне с муженьком, не дай бог мы заругались, а ухо слышит уже, а, цари там что-то ссорится, а вдруг мимо меня пролетит, ведь это все как губочка заходит. Ребенок играет, а вы куда-то торопитесь, мама его надо в поликлинику везти, как всегда, времени не хватает, бес создает суету вокруг нас, ну вот, она кричит, давай, сынок, собери, там кубики пошли, а он играет в игре, давай, нет, подбегает, да ладно, я сама соберу, кроватку заправить, допустим, давай, вставай, нет, давай, заправи, нет, да, сама быстрее, лодыря воспитываю, надо это тоже понимать. Еще впервые меня позвали на выпускной бал 11-ти классников, там у нас во дворце, все-все, вот, пришел, ну слушай, кто как поздравляет, мне сказали, что тоже дадут слово, и ведь, понимаете, что получается, поздравляют выпускников, говорят, вот ты будешь там каким-то предпринимателем, ты уж не забудь родную школу, там может красочки, может чего-то, и никто не сказал о том, а ты будешь папой или мамой, ты сделай так и так. И вот когда это послушал, я, конечно, поблагодарил бабушек за то, что дети такие, поблагодарил мам, пап, поблагодарил преподавателей и сказал, что мы должны закладывать, они же будут семья создавать, если мы это не занесем в школе, то такие семьи будут. Вот так вот, миленькие. И психологи, и священники едины вот в чем. И те, и другие считают, что для того, чтобы у родителей и детей сохранились добрые отношения, необходима дружба и, конечно же, диалог. В первую очередь, своим ребенком нужно дружить. Я считаю это сто процентов. Нужно стать ему другом, чтобы были доверительные, прозрачные отношения. Не авторитарная мама или авторитарный отец, который стукнуло кулаком посту и сказал, будет так, как я хочу. Так никогда не будет. Он сможет так поступать и делать вид, как хочет родитель, но будет поступать по-другому. И когда-то, когда наступит тот период, когда он выйдет под его власть, он будет делать так, как он хочет. Это он будет обманывать. Поэтому с чадом своим нужно, конечно, разговаривать. Разговаривать, общаться, услышать, а что хочет он, что интересно ему. И, естественно, если у нас в семье вот такие доверительные, прозрачные отношения, то я буду видеть и знать, что с моим ребенком происходит. Очень часто к нам обращаются родители, у которых ребята уже, скажем, в наше время 20 лет, это еще такой подростковый возраст, к сожалению. И вот 20-летние ребята приходят с первым опытом употребления, либо несколько месяцев, полгода, там они употребляли психоактивные вещества, и родители приходят и говорят, а мы не замечали. И вот всегда вот такой вопрос, а как вот вы не замечали? У него есть своя семья? Нет. У него есть своя жильплощадь? Нет. Он с вами живет? Да. И вы не замечали, что вот он в течение там полугода-года употребляет наркотики? Нет, не видел. А вы с своим ребенком общаетесь? Нужно с самого начала, чтобы в рождении ребенка с первых дней ребенок видел какую-то частоту семейных отношений, как между собой общаются супруги. Это же очень важно. Очень важно не допускать ссор, конфликтов, пререканий при ребенке. Нельзя ни в коем случае что-то говорить за глаза, особенно негатива, когда мы знаем же, наверное, и видим это и в кинофильмах, да и в жизни в нашей порой часто видим, что, ну, часто такой момент, мать ругает непутевого отца при ребенке или при детях. Вот ваш отец такой-сякой. Ну, или приходят гости и ребенок видит, что родители при нем с ними общаются, улыбаются, радуются, гости уходят, они начинают их высуждать. У ребенка он же чистый, у него недоумение и в голове уже какая-то подмена понятия происходит. Потом люди удивляются, почему он такой вырос. Я же все для него делал. и одевал, и обувал, и на секции водила на поговорить. Даже если мы убеждены, что наша семья уж точно является благополучной, тем не менее не повредит каждой маме и каждому папе задать себе вопрос, а все ли я делаю для своего ребенка. И все это не значит обеспечение только материальной базы. Ведь гораздо важнее нашему ребенку получать достаточно времени и достаточно любви от своих родителей. С вами была программа для родителей. Учимся растить любовью. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин